1510 год, пожалуй, из ключевых событий, это завоевание Гоа, присоединила Москва-Псков, но это и так было понятно в 1510 году, поэтому неважное событие. А вот колониальная экспансия португальцев в Индии, это важно, потому что это первая колониальная империя, и она как раз начала радикально обогащать Европу. К тому же это такой мощный удар в тыл мусульманам, которые мусульмане более-менее в 15 веке продвинулись, там Константинополь взяли и все такое, а вот сейчас им ударили в тыл в Индию. Эти все героические подвиги с точки зрения европейцев совершил Афонсо де Албукерке такой, вот он был как раз адмирал, который организовал завоевание Индии. Предыдущие события кратко рассказывал, примерно в 1505 году они начали большой флот переправлять португальцы в эти места, вот именно чтобы захватить точки основные торговли мусульман. Но первоначально они воспринимали ситуацию именно как перехват торговли, то есть задача у Албукерки была захват проливов Адена, Армуза и Малаки, из которых он захватил Армуз. В 1509 год уже рассказывал ключевая точка, когда они разбили мусульманский флот, против них отправленный, мамлюки немедленно во все это втянулись, мамлюки активно посылали туда тоже флот, чтобы противостоять португальской всей этой агрессии. Надо сказать, что поскольку они воспринимали ситуацию религиозно, а именно что они воюют с мусульманами, они довольно быстро и в Африке, и в Индии начали заключать союзы с язычниками. В Индии продолжали оставаться индуисты, они считали себя естественно угнетенными после мусульманского завоевания Индии, и этим пользовались португальцы. То есть для португальцев это был прежде всего поход против ислама. Об этом они постоянно говорили. В частности, почему они захватили Гоа? В Гоа было много индуистов, и эти индуисты и обратились к португальцам с просьбой отбить Гоа от мусульман. Ранее Гоа переходил постоянно из рук в руки, то есть там то индуистские государства его захватывали, то мусульманские. 13 апреля 1510 года, хотя у Албукерки не было никаких инструкций что-либо захватывать в Индии, а его только послали на проливы, вот и Албукерки собрал совет, и по предложению индуистов они решили атаковать Гоа, выбить оттуда мусульмана и присоединить к Португалии. Йоги индуистские и всякие аскеты, как обычно, занимались частично и политикой, и они все там в этом Гоа предсказали, что скоро придут иностранцы и всех завоюют, то есть деморализовали население, для чего они, собственно, в основном и нужны были. И население капитулировало. 17 февраля 1510 года при поддержке индуистов почти бескровно Албукерки захватил город. Дело в том, что правитель Адиль-Шах был где-то в другом месте с Арбией. Это как раз повлияло. Местные не стали сопротивляться. В 17 мая 1510 года Адиль-Шах осадил Гоа. Выяснилось, что у него там заведомо сил больше, и что даже технически превосходящие португальцы ничего там не могут. Они бежали из Гоа на флот, который стоял там где-то в окрестностях Гоа. И в этом флоте они какое-то время стояли, потому что они еще и в море не могли выйти. И переругивали с этим Адиль-Шахом. Адиль-Шах даже предлагал их снабдить продовольствием, если они, так сказать, уйдут, оставят в покое. Но они отказались от этого, потому что они хотели именно захватить территорию. 15 августа 1510 года Албукерки смог выйти из этой бухты и встретился с подкреплениями. 14 кораблей ему новых послали. С этими силами они снова атаковали Гоа. В целом у них было 3-4 корабля. Полторы тысячи всего португальцев против больших довольно сил мусульман. Там порядка 60 тысяч мусульман и против них полторы тысячи португальцев. Но на кораблях у них была артиллерия технически превосходящая, и они с кораблей бомбили. После довольно тяжелого боя город взяли и построили там собор Святой Екатерины в честь победы. Король на самом деле был против захвата Гоа, однако потом выяснилось, что как раз с опорой на Гоа они будут обеспечить свое господство в Индии. И это начало именно серьезных таких европейских колониальных завоеваний, потому что там будет как бы их столица. Захват города они показали, что они будут тут именно захватывать, а не просто торговать. Что у них тут будет колониальная империя с поддержкой войск, с опорой на митрополию. Город будет резиденцией губернаторов португальской Индии, то есть центром всех колониальных владений фактически в Азии, потому что с опорой на Индию они там дальше продвигались, португальцы. Подстроили его там красиво, как бы второй Лиссабон, Восточный Рим и все такое. В поэме Камоэнса известны Лузиады, которая собственно в Гоа и была написана, там про завоевание Гоа довольно много. Но кстати, когда Камоэнс пишет про завоевание Гоа, он и говорит, что тут бегство мавров. То есть для них это было продолжение деконкисты. Вот они выбили мавров из Пиренейского полуострова и теперь, значит, они решили мавров добить в самой Индии, откуда вот они, возможно, пришли. В 1510 году умирает Джорджоне. Это итальянский живописец, венецианская школа. В раннем возрасте, ему 32 года, но довольно много успел. Практически он предшественник Тициана, то есть Джорджоне один из основателей венецианской школы. Она довольно оригинальная. Я некоторые картины тут беру, в основном горизонтальные, просто чтобы они хорошо в кадр вошли. За 32 года успел картину много написать, из хорошо известных на штук 20. Это серьезно, потому что у Леонардо да Винчи этого нет. Там может быть 5-7 у Леонардо да Винчи. Биография небольшая, родился в районе Венеции. Примерно в 1500 году он встречался с Леонардо да Винчи, то есть когда ему 20 лет было. Но какое-то влияние Винчи есть, всякие там расплывчатые пейзажи, но не очень большое, поэтому спорно, вряд ли он является учеником Леонардо да Винчи. А Снанесси работает, написал в последние 10 лет жизни, то есть вот между 1500, примерно и 1510 годом. Умер он от чумы и предполагают, что он заразился чумой от своей возлюбленной. Но у них обычно никаких шум не было, поэтому, возможно, легенда. Особенности творчества постарали. То есть это гармоничное творчество, там скоро пойдет много негармоничных, дюрер там и так далее. А Джорджони рисует такие красивые. В основном пейзажи у него, вот если у Леонардо упор был на портрет, то у Джорджони на пейзаж, и в пейзаж вписаны какие-нибудь красивые люди. Примерно так он и все религиозные сюжеты решает, и светские тоже. Ну и вот пейзажи обычно на темы таких деревенских, сельских сцен, таких красивых, успокоенных таких и так далее. Также постоянно подозревают там какую-нибудь эзотерику, зашифрованную внутри всего этого, но это как обычно, так сказать, спорно. То есть ищут также всякие глубинные смыслы. Так вообще от этих всяких пейзанок потом пойдет массовое, во времен барокко, во времен 18 века массовая вот эта живопись, которая у нас сейчас, даже на обоих сейчас уже идет, это всякие там девушки на фоне природы и так далее. Ну вот Джорджони такой, в принципе, начал писать. Ну оно реалистично. Там, допустим, Венеция, как правило, Италия хорошо узнаваемая на фоне. Ну идеи тут тоже такие возрожденческие, единство человека и природы. Голых тетенек тоже много рисовал, они считались образом Венеры, то есть красоты, пришедшие в мир. Спящая Венера, одно из самых известных изображений голой женщины, это вот Джорджони. У него еще на схожие сюжеты есть любовь небесная и любовь земная на платонический. То есть в целом, как и все они прочие, он исповедовал платонизм. От него пошла довольно сильная школа, и вот у него как раз находят особенности первой венецианской школы, было множество учеников, ну и, видимо, подробнее я все это, когда дойду до Тициана, буду говорить. Наиболее известные картины «Святое семейство», «Юдивь», «Поклонение волхвов», «Спящая Венера», «Три философа» и «Портрет молодого человека». Ну и, пожалуй, про Джорджони все.